Мир всем! Мир всем! С миром принимаем всех входящих. Мир всем! 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 А после этого непостижимо! therefore, почему Христос не оставляет нас на земле, но берет в свое царство?! Но он берет! Ну а если вошли, то у царство его, где-нибудь в дальнем уголке стоять! Но он возводят в город небесный Иерусалим! В этом-то городе стоять бы где-нибудь у брат, но Христос водят в самый храм! Все это обещал Он шести церквам и непостижимой сие. Дальше же, неужели правда, Он возводит и сажает на самый престол, на котором сам сидит? Сидеть на престоле Христа, где владыка вселенной, далеко внизу в чину судимых остался мир, даже чины ангельские. И вот престол Бога, когда-то я, червь, не впускал его в сердце, и вот я там, куда чины ангельские не смеют взирать. Кто достоин всего? Никто. Кто может понять? Я не могу. Но таково обетование. И с верою принимаем, смолкаем в смирении. Конец толкования. Пожалуйста, какие-то вопросы задавайте. Пока посмотрю еще. Нет вопросов? Идем тогда дальше. Откровение 3.22 Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. Толкование. Господи, если сие все даешь слышать уху нашему, то что еще уготовил ты любящим тебя? Что имеет в виду апостол, когда говорит, того не слышало уха? Толкование закончено. Ну, апостол здесь говорит, того не слышало уха, когда он описывал, как я понимаю, когда пребывал в Духе на небе, на третьем или? До третьего не было, до четвертого не было, до четвертого восхищено. И там, что он слышал и что видел, он не мог описать. И вот здесь такое сравнение. И в 22 стихе. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Нет вопросов? Идем дальше. Откровение 4.1 После всего я взглянул, и вот, дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». Толкование. Начинается открытие основной картины апокалипсиса. Иоанну отверзаются небеса, и он начинает видеть небесное. После всего я взглянул. После чего? Нельзя думать, что вот прошли 7 периодов земной истории в церкви, и после этого Иоанн видит церковь, восхищенной на небо. Сектанты учат, что между третьей и четвертой главами откровения происходит восхищение церкви. Главы с 4 по 11, говорят они, с 4 по 19, говорят они, описывают великую скорбь. В главе 20-й тысячелетнее царство и последний суд. В главах 21-22 описана вечность. Но это неверное деление. А сектантам мы все-таки зададим вопрос, почему такое важнейшее эсхатологическое событие, как восхищение церкви, по важности это событие сравнимо только с творением человека, с первым пришествием Христа в мир для спасения людей, и основания церкви, и со страшным судом, вообще не описано в апокалипсисе. Резонный вопрос. Книга о Христе грядущем вообще не показывает его пришествия за церковью. Ответ может быть только один. Этого события перед великой скорбью просто не будет. А церковь будет восхищена только в последний день страшного суда. Так что слова «после сего» относятся к слову «взглянул». «После сего» здесь означает, что произошло это после первого видения, после того, как Христос, явившись посреди семи светильников, дал Иоанну семь посланий. Ведь после этого, а не после седьмого периода, взглянул Иоанн. По прекращении первого видения, Он поднял очи Свои к небу, взглянул, и вот дверь отверстия на небе. Это явление дивное и столь желанное. «Как часто мы взираем на небеса, и над нами все тот же неизменный, то бесконечно синий, то облаками затянутый, то ночной, черной, с мерцающими звездами купол неба. И всегда Он заключен. «Бесконечная глубина неба манит, и хочется с Исаи воскликнуть. О, если бы ты расторг небеса!» Исайя 64.1 И вот, дверь отверстия на небе, взгляд его проникает дальше сквозь эту дверь, и видит он от века сокровенное таинственное. Это голос Христа, призвавшего Иоанна увидеть первое видение, призывая теперь его к иному. Он сказал, «Зайди сюда». Христос уже не на острове, где он ему вначале явился, а на небе, туда и зовет своего ученика. Призывает его остановить всякое земное помышление и вознестись к небесному. «Иже Херувимы тайнообразующие, всякое ныне житейское отбожим попечение». Цитата такая из богослужений. «И покажу тебе, и в дальнейшем почти все является видимо в образом». Чему надлежит быть после сего? После чего? С одной стороны, после того времени, когда жил Иоанн, ибо слова эти обращены к нему. С другой стороны, открывается дверь на небо, где предстает то, что будет после этой земной жизни. Иоанн, ко времени получения откровения, был уже древним старцем. Ему было больше девяносто лет. Вблизилось время, когда он должен был оставить этот бренный мир и войти туда, на небеса. Но прежде ему дано было войти туда духом своим, чтобы оставить всем поколениям картины грядущего. Толкование закончено. К тому, что непонятно, спрашивайте. Пожалуйста. Толкование на апокалипсис. Чье мы сейчас слушаем? Геннадия Фаста. Так, а в заголовке у нас «Изучение Библии по толкованию святых отцов православной церкви». Геннадий Фаста, он и живосвятых? А вы сомневаетесь в этом? Естественно. Но он собирал толкование святых. Он собрал. Он не сам видовидно толковал, а собирал. Игнат Тихонович, поясните, прав или нет? Или сам он толковал? Блаженный Феофий Лахт откровение не толковал. А то, что он толковал, будучи диаконом в Константинопольской церкви, он брал из всех святых отцов, которые были до XI века, отдавая особое предпочтение Иоанну Златоусту. А относительное откровение, здесь Геннадий Фаст совершил труд, который другим был, видимо, не по силу или не знали. Он заснул, взял Андрея Кесария Каппадокийского, архиепископа. Это лучший толкователь IV века. Архиепископ Андрей Кесарии Каппадокийской. И далее он взял впереди написано, кто? И прям Сирин что говорил на данной стихе, что говорил Златоуст, Блаженный Августин и Ироник Тридонский, Папий. Вот это все вместе он брал и теперь показывает. Потому что Андрей Кесарий Каппадокийский, когда толкует книга его, есть трехтолковый толкователь и семитолковый. То есть один и тот же стих растолковывается тремя. А какой отдать? А ты, говорит, сам смотри. Я сжимню. А я думаю вот так. А церковь приняла вот так. А мнение существует вот такое. Почему? Духовная книга. Она даже на основании Библии. Даже вот простое, кажется, белый конь. Я говорю, что я думал, сейчас скажут он там белое или красное. Ничего подобного. Белое. Святость. А второе. Имитирует подсвятость. Показывает, что дьявол принимает вид ангела света. То есть то и другое дано Андрею Каппадокийское толкование. А ты сам смотри, что то и другое сходится. Это определенно. А он только собрал. Он три года потратил на это. И вот та же песня песней у него вышла. Ну, это, я считаю, книга столетия. За это ему было присвоено магистр. Сейчас он доктор богословия. Еще, пожалуйста, задавайте вопрос. Святые отцы еще не знали и не слышали про баптистов. Геннадий Фаст очень хорошо относится к баптистам. Я не против, что он так хорошо относится к ним. Ну, просто это не святоотеческое толкование. Вот и все святых отцов. Если примешивается что-то туда из нашего мира, нашего бытия, это уже не святые отцы. Вот просто и все. Просто я хочу сказать, что апокалипсис в церкви православной не читается. Почему? Есть определенные моменты, которые объясняет этот церковь. А все, пытающиеся толковать апокалипсис, я слушал трех толкователей, больше не надо. И со всеми согласен. Да простит меня Господь. А кого трех вы слышали? Один украинский, Фаст, это вот когда читал книги все, Игнатия Тихоновича. И еще баптист какой-то толковал тоже хорошо. Со всеми согласен. Вот в чем дело-то. Повернуть писание можно и так, и так, и так. Вот в чем дело. Лаптистское толкование и толкование православное, святоотическое, они разницы. И мы дальше будем... Да, конечно, разница. Конечно, разница. Это тысячелетие церкви. Поэтому нам и разум дам. Если бы они противовечат друг другу, то наш разум даден нам Богом определить, где истина. И склониться либо к тому, либо к иному. Я склонился к православному, вот к этому. Ну, знаешь ли, православного толкования нет. Игнатий Тихонович хорошо открывает тысячелетнее царство. Вот это вот все равно, что докторская работа такая у него. Песарий Кипадокийский. Он кто был? Баптист или православный? Естественно, православный. Ну вот, мы его толкованием используем. Ну и хорошо. Просто так. Чего вы опять начинаете? Откровение 4.2 И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И тотчас видим мы всемогущего Христа как Бога. Что сказал, то и стало. Земному велит зайти на небо и совершается. Тотчас, в один миг, Иоанн оказывается не в пространстве между миллиардами звезд, и даже не среди звезд небес невидимых ангельских сил бесплотных, а сразу у престола Всевышнего, в самом центре Вселенной, там, где восседает Бог. Но восходит он не в теле, а в духе. Тело святого Иоанна пребывало на острове. Дух же его оставил в землю, прошел небеса, вошел через дверь небесную и оказался там, куда нет ныне входа смертных. Можно себе представить, как он, несколько оправившись, оглядывается, где же он теперь. Что перед ним раскрывается? Нечто им невиданное и дивное. Ох, вездесущий дух, ими связан местом и пространством. Он везде. Но есть места особого пребывания Божия. Таковы на земле церковь христианская, душа верующая, храмы Божии. Таковы миры невидимые. И вот он, престол Божий. Хотя, конечно, само понятие места не должно пониматься буквально так, как мы его понимаем сейчас. Место и пространство понятия видимого мира. Престол Божий невидимое. Это сердце вселенной, которым она существует и животворится. Как и тело человеческое, а сердце имеет жизнь. Престолом же именуются и чины ангельские. Об этом ангельском чине пишет апостол Павел. Послание Колоссянам, 1 главе 16 стихе. В небесной иерархии ангелов, составленной Дионисием Ариапагидом, это седьмой чин. Первое ангелы, второе архангелы, третье начало, четвертые власти, пятые силы, шестой господство, седьмой престолы, восьмой херувимы, девятый терапимы. Но не только на престолах восседает Бог. Мы читаем и то, что Он восседает на херувимах. Солом 98, 1. А с другой стороны, престолом означается и Божие возвятых упокоениях, ибо и на них, своих верных угодниках, людях, праведниках, Он почивает, как на престоле. На небесном престоле был сидящий, это Бог Отец. Когда Иоанн в первом видении узрел с ареста, то увидел его подобным сыну человечеству. Он описывает его вид, лицо, волосы белые, очи огненные. Здесь же просто сидящий. Это потому, что Бог, Сын, воплотился, и мы видим его как человека. Бога же Отца не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна 1, 18. Пишет Иоанн уже после того, как ему было дано откровение. Евангелие Иоанн написал после апокалипсиса. Он видит сидящего, но вид его не описуем. Нет ни одного штриха его лика, сидящий, таинственный, страшный, невидимый Бог. Подобное видение сидящего на престоле имел и древний пророк Исайя. Исайя 6, глава 1. Видел и пророк Даниил ветхого днями, сидящего на престоле. Даниил описывает некоторые штрихи божественного лика. Читаем цитата. Ветхие днями одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Если Христос, Сын Божий, есть и истинный человек, Сын Человеческий, то Бог здесь только явился в виде ветхого днями Старца, но Он не является таковым по Своему существу. По естеству Своему Он невидимый. Бога же и Божество, и Отца, и Сына, и Святого Духа видеть невозможно. Божество не есть нечто видимое. Оно может только видимо являться. А его самого видеть невозможно. В этом читаем Евангелие от Иоанна 1.18, 6, главе 46 стихе. В первом послании Тимофею, 6 главе 16 стихе. В первом послании Иоанна 4.12, книги Исход 33.20. И в вечности никакая тварь, даже высшие чины ангельские, серафимы, его не видят. Исайя 6.2. Ибо Он невидимый. Видеть не в видении, а как Он есть. 1 Иоанна 3.2. Мы будем Христа в воскресшей плоти. То, что здесь надо разуметь, именно плоть, а не Божество Христа, свидетельствуется тем, что будем подобны Ему. Именно о воскресшей плоти. Ибо Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3.21. А с другой стороны, нельзя считать, что мы будем видеть только видение, а не самого Бога. Ведь сказано в Евангелии, чистые сердцем Бога узрят. Фея 5.2. В этом великая тайна. Никогда не видя, мы будем видеть. Здесь ум останавливается, как и всякий раз, когда затрагиваем неизреченную тайну Бога Пресвятой Троицы. Посему не ум надо напрягать, а сердце очищать и склонять колени. Полкование закончено. Пожалуйста, вопросы. Игорь Тихонович, есть что добавить? Тут только добавить то, чтобы помнить. Толкования какие? Если говорить, что трехтолковые, это означает от разных святых отцов в свои времена, как они понимали. Но никак это не говорит, что сектантские. Я знаю толкование Бакмелдера. Карев есть из православных. Олег Стеняев полностью проходит. Но добавляет он что или... Но события, когда исполняются, они высвечивают то, что сегодня неопределенно. Вот. Пойдет человек в яму, петля там, поясняет, где иные. Понимает, это три мировые войны. Кто его знает? Так это будет. Долго спорили, и прям серен не согласен с Андреем Кисарийским. О том, печать... Начертание. Не печать, начертание. Видимое будет или невидимое. В общем-то, это разрешится только тогда, когда он придет. Оно может быть видимое. Видимое аппарату, и невидимое на костной ткани, или где, как сейчас они делают. Они сейчас делают чип этот, который есть в человеке, чуть ли не под 100 гигабайт. Это невероятно. Одного бы, казалось, хватило. Это что-то невероятно. Но показывает, как делают, как укол дают, и туда шприцом вталкивает этот чип. У нас мы ездили на Благовестие, у нас один был уже с чипом. Ты знаешь, кто. Его можно в любой момент, нажал кнопку, если по-настоящему он чипирован, в любом месте найти, в данный момент, что он говорит. Они все это могут слышать, видеть, и все это записывается. И к этому добавить, сказать, придет время, точно мы узнаем. Но толкование не должно противоречить ни одному месту священного писания. Поэтому ни о каком тысячелетнем царстве не учились святые отцы. В Библии нигде не написано, кроме откровения. Тысяча понимается, как много. Тысячу родов. Много. И восхищение будет действительно в судный день, когда Господь придет. И вот определить, что это сектантское толкование, это один из моментов. Хилиазм. Тысячелетнее царство, если понимает он, что оно тогда будет. Потом отдельно вознесутся святые, хотя в Библии говорится, ну, все это не сходится у них. Явно видно, что это юридическое, и тогда остальное можешь и не проверять, отойди. Я их все эти сектантские, не знаю даже сколько, конспектировал, сравнивал, смотрел, и они друг с другом не сходятся. Откуда адвентисты взяли? Свидетели Иеговы. Там все расписано по частям. Не носить с одним местом Библии, не сходится. Вот весь ответ. Православные должны знать. А почему церкви это не считается? Да по той причине, когда литургия составлялась, она еще в канун не была принята, эта книга. Ее и не было, да и она требует толкования. Вот так. Из Маковейских ничего не берут. Откровение 4.3. Исей, сидящий видом, был подобен камню, яспису и сардису. И радуга вокруг престола, видом подобная марагду. Толкование. Вид не описуем. Иоанну подавляет его виду драгоценных камней, пытается найти какие-то земные подобия. Сардис, камень красного цвета, как цвет огня. Этим обозначен гнев Божий, готовый излиться на грешный миф. Яспис, цветом зеленый, означает, что божество вечно цветущее, живоносное и пищеподательное. А ясписи еще говорят, что для тихих зверей и привидений он страшен, а для нуждающихся в духовном врачестве полезен. Камень этот целителен также при опухолях и ранах, происшедших от меча. Так, сидящий на престоле, подобен вечно цветущему, живоносному, пищеподательному, целительному. «Радуга была дана некогда людям, положена Богом в облаке, как знамение Его вечного завета землей, людьми и животными, населяющими ее. Видом своим она самому Богу напоминала, что завет, этот завет, далее цитата, «что не будет более истреблена всякая плоть плодами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Еще цитата. «Ведь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Книга Бытия, 9 глава с 11 по 15 стихи и 8 глава, 22 стихи. «Заканчивается дождь, и люди видят радугу, знаменующую его окончание. И каждый раз она вновь дает упование, что нет, Бог не уничтожит снова землю годами, ибо благодать и нилость его снова над людьми». И вот Иоанн видит радугу, это знамение завета, видит Иоанн на небесах вокруг престола. Это говорит о том, что и небесные видят это знамение своего завета земным. Радуга на земле всегда полукруг. Здесь же она вокруг престола, то есть полный круг. И Иезекииль, пророк, видя небесный престол, видит, что, цитирую, «сияние было вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние». Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 27-28. Это свидетельство того, что наш видимый мир – это только половина существующего. Полукруг. А есть и мир иной, невидимый, откуда мы уже видим все. Полный круг. Полный круг вокруг престола, не имеющий ни начала, ни конца, это и символ вечность. Эта радуга указывает и на различные ангельские чины, которые подобно ей окружают небесный престол. Еще одно отличие этой радуги от земной в том, что она не семицветная, а видом подобная смарагду, изумруду, одноцветная зеленая. Цвет узумрудной зелени указывает опять на, как цвет ясписа, на жизнодательную силу. Что Господь животворящий указывает на вечное светение и жизнь. Поэтому и верующие насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Салон, 91, 14, 15, и толкование закончено, пожалуйста, вопросы. Идем дальше. Вокровение 4, 4. И вокруг престола 24 престола, И на престолах видел я сидевших 24 старцев, которые обличены были в белой одежде и имели на головах своих золотые венцы. Полкование. Подобное видел и пророк Даниил. Видел, что помимо престола ветхого днями поставлены были престолы на которых судьи сели и раскрылись книги. Книга Даниила, 7 глава, 9-10 стих. На 24 престолах видит Иоанн сидит 24 старцев, на каждом престоле один. Кто эти старцы? Об этом можно заключить из песни, которую они сами поют Христу. Ты был заклом и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Это глава 9-й стих. Эти 24 старства искупленные от всякого народа и племени и колена олицетворяют собою церковь престола. Это 24 патриарха, 12 ветхого завета и 12 нового. 12 патриархов ветхого завета это 12 сыновей Иакова, родоначальники 12 колен Израиля. Другие 12 это 12 апостолов Иисуса Христа. Они родоначальники всех колен христианской апостольской церкви. В этом читаем книга Эфесянам 2 20 И сам Христос обещал, что сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилю. Евангелие Атмосфея 19 28 Вместе они представляют собой всю ветхо и новозаветную церковь Божию. Катерина Тинникова микрофончик. Когда говорят о 12 апостолах на небе, то иногда спрашивают «А кто будет 12 апостолом? Матфи или Павел?» Апостол распрешен всякого основания, ибо сказано «И выпал жребий Матфи и он сопричислен к 11 апостолам». Сияние 1 26 Значит Матфий вообще же апостолов в то время было много, ведь Господь помимо 12 апостолов поставил еще 70. Павел был совершенно особым образом самим Богом избран и поставлен в апостолы язычников, а не в число 12. «Если же он более потрудился, чем остальные апостолы», читаем во втором послании Коринфянам 11 23, «то и готовится ему на небе соответственную вене». Второй Тимофей 4 8 «Ведь был же Иоанн креститель наибольший изрожденных женами» в Матфе 11 11 «Но не входил в число 12 апостолов». И еще число 24 равно 12 умножить на 2 означает «украшенных и словами и делами». Старцы эти обличены были в белой одежде, как обещал Христос облечь побеждающих. 3 глава 5 стихи. «И имели на головах своих золотые венцы знак одержанной победы над демонами и грехом». 3 глава 11 «И сохранили верность до смерти» 2 10 «Так в лице своих патриархов и апостолов окружается престол Божий церковью ветха и новозаветной». «Вопросы?» 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 «Слово найти кончу». «Когда сейчас занятие пройдет, там вопросы, тогда буду я отвечать. А так-то что тут на это? Я толковать не толкую ни одно место. Я просто не знаю, что есть, то принимаю. Но влияние на нашу жизнь, это откровение, не должно влиять. Хотя из-за него много возникло разных течений. И главное то, что святые отцы тоже толкуют так, что сказать «Так только так». Время покажет, видимо или невидимо. Вот сейчас пройдет, я тогда буду отвечать на вопросы. Продолжаем. Откровение 4 глава 5-6 стихи. «И от престола исходили молнии и громы и глаз и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди иззади». Толкование. Этим указывается, как страшен и ужасен Бог для недостойных его долготерпения и пощады. У достойных же эти молнии и громы не вызывают страх, но молния просвещает духовные очи, а гром услаждает слух. Это для верных. Для неверных же это суд и кары. Непосредственно же перед самим престолом Божьим семь светильников огненных, которые постоянно горят. Это либо семь архангелов, превосходящих всех иных, как объясняет Ириней Леонский, либо же полнота Духа Святого, семь дорог Животворящего Духа. Первая глава четвертый стих и третий один. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, как бы на поступах к престолу это стеклянное море. Мы знаем, что море никогда не бывает спокойным. Воды его вечно в движении. Наше море образ земной жизни, вечно волнующийся, образ моря житейства. Далее. Подобно кристаллу стеклянное море перед престолом означает упокоение, вечный покой, не тревожимый уже ничем, чистоту и светлость небесной жизни. Это образ сил небесных, множество святых, упокоившихся душ праведника. душа, пребывающая в вечных тревогах и волнениях, странствуя здесь по житейскому морю, упокоивается там во святых. Никакой грех и никакая беда уже не возмущают ее там. Вечен покой святых пред престолом Божиим. Море это, подобное кристаллу, означает красоту и совершенство обретших небесный покой праведника. Это стеклянное море перед престолом Всевышнего указывает всевозможное и на те таинственные воды, которые превыше небес. Книга Даниила 360. И псалмопевец Давид призывает «Валите его небеса небес и воды, которые превыше небес». И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Непосредственная близость престола видит Иоанн четырех животных. Животные в данном случае живые существа, а не животные в смысле звери. Эти животные были исполнены очей, что говорит о способности их к созерцанию божественных тайн и славы. Ваня, закончено, вопросы будут задавать. Вопросы есть? Вопросы нет. Ну вот здесь толкователь нам говорит о море житейском и о том, что душа упокоится там во святых, упокаивается. Уже не будет там, как здесь вот это вот забот житейских, тревог, волнений. И у нас православной церкви принято подавать записки за здравие и за упокой. И вот меня все время терзает вопрос, для чего это нужно, кому это нужно, зачем это нужно, и кто это придумал, и кому от этого пользует. Вопрос ко всем, кто желает ответить, пожалуйста. Зачем нам молиться за упокой? Душа она отошла в мир иной, и мы молимся, чтобы она упокоилась. То есть упокоилась со святыми, то есть мы желаем, чтобы она попала в рай. Я так скажу. Ну, можно я скажу? Да, конечно. Всем всех приветствую. Ну, в общем, Господь предугадал своих, как написано, или предузнал, да, от начала мира. и это молитва, это скорее проявление нашей любви, так как у нас должна быть любовь друг к другу, как христианская, да, и написано любовь сильна, как смерть. А дальше я больше ничего не знаю, то есть надежде. кажется, мне это все-таки дела, которые нужно совершать в этой жизни, для нашего спасения. Сергей, я скажу, Иник, наверное, уверен в предопределении. Святые отцы говорят, что нет предопределения вообще. А мы должны молиться за своих родителей, друзей, умерших раньше нас. У Бога все живы, и наши молитвы совместно с ними, может быть, они помогут как-то нашим прежде ушедшим стоянием и приобретению Царства Небесного. Только так может быть. Молитва за усопших. Ну, как сказано, там, где двое-трое соберутся вместе, то и я помежним. Но если мы пребываем в молитвенном общении Иисус усопшим община это делает, то я так понимаю, это, в общем-то, и обратит какое-то внимание Господа? Конечно. Даже человек в темном, то есть, вот это, мне кажется, что-то сэнтим. Только, не надо предопределения, потому что я слышал от многих, ну, от многих одного ясно слышал, я говорю, ты, ну, что ты не ходишь вот в общину, ты почему вот это, ну, мама твоя, там, верующая, все прочее, там, это, он говорит, ну, меня Бог не призывает, потому что, и он мне писание сказал, ну, вот написано, кого Бог предопределил, того и узнал, того и призвал, того и оправдал, и у него такое, значит, меня пока не призвал, я вообще живу, как хочу. Так что предопределение это пагубное такое понятие. Бог каждого призывает к покаянию и для каждого приобрел Царство Небесное через свои страдания. Вот и все, так должно быть, наверное, так мы должны говорить, что любой грешник, любой грешник, какой бы он не был грешным, может обратиться к Господу Богу и получить покаяние, потому что разбойник, покаявшийся на кресте, первый вошел в рай. Разбойник. Вот и все. А мир вам можно мне сказать? Можно. У меня когда мама умерла, то батюшка мне сказал, чтобы я молилась за нее, потому что до 40 дней ей там тяжело, и моя молитва для нее, как дуновение ветерка. Вот знаете, я это запомнила, вот это прошло много лет, и я молюсь за упокой. Записки я подаю редко, подаю, когда бываю в церкви, а так сама молюсь за упокой, для меня это важно очень, я молюсь не только за маму с папой, но и за отца моего сына, и за весь свой род, как-то вот так. Спасибо. А кто может приведет примеры из Библии, где повелевается или Можно я скажу, Сергей? Да, да, да. Ну вот, Игнатий Тихонович иногда говорит же так вот, нету Библии, но я православный, вот и исполняю, вот мы так же. Ну, я тоже православный, я тоже исполняю, но мне хочется знать, да, вот Ник сказал, да, это проявление любви, с ним я полностью согласен. Если человек жил свято, и у меня и желание, и надежда, чтобы он оказался в Царстве Небесном, я за него молюсь. Другое дело, когда подают записки о людях, которые в церкви-то не были, и коп их не видел никогда в жизни, платят за это деньги, сорокаутки так называемые, и люди молятся за людей не церковных. Вот это как? Это так, когда в церкви идет служба и молятся всем сообществам за властя и воинство ее и я, а в воинстве и я атеисты и прочие безбожники вот в чем дело-то. Церковь молится за всех. Это не то, чтобы вот ну в царство небесное их, этих атеистов, или которые вообще Бога не знают или не хотели знать, а просто может быть Господь даст им покаяние, вот в чем дело, может быть только в этом. За гробом нет покаяния. Я говорю о молитвах за упокоение, молитвах за умерших. Человек уже умер. Умер. Какое ему там покаяние? Он умер. Я его хочу в рай прописнуть, потому что вот он дорог мне был. Можно сказать. Вот, но если по Писанию, то мы в Писании можем увидеть, что приносились вот в книге Маковейска приносились жертвы за грехи предшественников, за предков и в книге Ниемии, также, когда война была, после войны, молились о грехах предков, и о своих, и о грехах предков. Иов праведный молился за своих сыновей, невесток и там детей и говорит, может быть, кто-нибудь из них похвалил Бога, он за них молился, так Иов праведный. Может быть, тоже как-то понятно, то есть ветхозаветнее жертвоприношение, сегодня человек, почему этот вопрос поднялся, сегодня я сажусь за стол, мама подает мне конфеты, вот, говорит, соседка принесла конфеты, помяни, у нее муж умер, ну а муж, такой, какой муж-то в церкви-то он не ходил, обыкновенной мирской жизни человек живет, а жене-то, ну, хочется, чтобы все было как у людей, понимаете, и вот поминает, и вот на кладбище помяни, помяни, там вообще водкой всех поминает, понимаешь, и конфеты всем дают, стоит ли поминать людей, которого я в жизни никогда в церкви не видел, и знаю, что он точно не христианин. Мы не погрешим пред Господом Богом, если будем молиться за этих людей, это мое убеждение. А вот если когда начинаешь разбирать, а вот за этого я бы молиться стал, а вот этот, ну, он же нарушает это, то и другое, пятое, десятое, ну, что, да молитва за грешного, за грешников, она, значит, там, прочее, там, как, не помню, вот сейчас сказать, как это должно быть, то есть нельзя, ну, да и вообще, много такого, ну, за грешников каких, которые умерли во грехах своих, ну, за Гитлера, что за него молиться, я, Господи, я хочу, чтобы Гитлер оказался в раю, и этим я любовь проявил, или Ленин, или Сталин, такую я любовь должен проявлять, у меня нет такой любви, во мне тут должны быть такие чувствования, как во Христе, и Иисусе, Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью, они не с премудростью жили, а с бедными, и что я за них буду молиться, и милостом за них подавать, а чем они отличаются, люди, которые греховно жили, от этих злодеяний, злодеев, ну, те, сколько меньше зла сделают, они не церковные, не христиане, и Царство Небесное уготовано только людям, свято живущим. Сергей, ты не столько тебя подняешь, не столько тебя подняешь. Я считаю, она основана не на любви, а наоборот, на самообмане, что Бог всех все прощает. Это вот Осиповская, вот это вот лабуда, прости Господи. Ну, конечно, лабуда. Он все-таки доктор, наук, профессор, почему-то бритвы в галстуке, мне сразу это только название уже всего. Ну и что, в галстуке, вот это не обращай внимания, на галстуке. Это дресс-код все-таки, он бывает и без галстука. Да, да, дресс-код. Бритвы, однако, в церкви даже не отпевали. Понимаешь, он был додейный еретик, для меня. Все. Да, ему, Господи, покаяние. Но, однако, церковь так установила, я православный, только ты перед этим говоришь. Я православный, я... Да и Господи, нам всем покаяние, и не осуждать брата своего. А я, я перестал бриться, я покаялся, он больше не касается краю бороды. Я не знаю, что это бред. Я его не осуждаю. Если бы я сам брился, я говорю, ну, все какие-то, да, это было бы облечение. А это обличение. Мне когда брат повторит, я начну тоже бриться. Через месяц. Так. Опять к бороде все склонились. Все, все к одному идет. Начни с малого. Так, час у нас прошел. Пожалуйста, вот этот вопрос я подал. Игнать Тихонович, молитва заупокойная. Я, по-моему, задавал его. Но так, что у меня как-то до сих пор неразрешенный вопрос. Ну, надо помнить одно, что Господь говорит. Евангелие Теана 12.48. Я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Все. А у меня есть пять братьев, в аду уже мучаются. А он говорит, у них есть законы пророки. То есть они живые, у них есть Библия на столе, пусть читают. А эти в руки никогда не брали. А что это? Да ничего. С похмелья, буровить, что попало. А ты время даешь ему. Зачем так? Человек совершенно, может, не верующий. Каждый раз тут пакости всякие говорит, и вы слушаете. Человек, который верит, разве он может так? Зная, как прошла жизнь, да тут рта бы не раскрыл. По разным сектам всю жизнь пропутался, и сейчас всю эту блевотину выносит сюда на занятия. Страмота одна. Ты, руководитель, тоже за это ответишь. Определенно. Верующий, Сын Божий, имеет жизнь вечную. 3.36 Иван Гелетяна. А неверующий не увидит жизни. Не увидит. Но гнев Божий пребывает на нем. Что ты трепешься? Это когда помяни раба твоего написано. Отпевание. Это раба. А раба нету. Ты посчитай житие Андрея и Иродиева. Они молятся, попы идут, кобилами кодят. А ему глаза Бог открыл, он видит. Демоны вокруг кропят вонючей водой, пеплом сыпят и говорят, будьте вы проклятые христиане. Человека по винному всякому греху вы в рай толкаете. Безумные. даже дьявол смеется над такими. Он сидит, буровит здесь. За 80 лет и бритву не может выбросить. Страмота одна. Ты найди такого учителя, который льстил бы слуху, как Осипов. У него все в рай идут. А такого, говорит, строже которого нет во вселенной. Теперь помянули, там, поминают, там где-то что-то в книге Маковейской. Ну и что? Польза какая-то была, результат никакой нету. Автор пишет, что хорошо, что о них помнили, привезли, а результата-то никакого нету. Только о священниках Ян Златоуст говорит. Вот допустим, сегодня в России определенно 21 тысяч священников. Большая часть священства погибает. Ян Златоуст. Большая. Ты почитай, что говорит Серафим Саровский. Вдруг его что-то осенило, и он перестал о всем мире молиться. А мы о всем мире молимся. И он молится только об урусских архипастырях, только о священниках. Молится. Три дня ответа нет. Три ночи встает, помолится, ответа нет. И вдруг Бог заговорил. Вот это я уже не знаю. Как? Дальше двоеточие. Скажете, где написано? Третий том книги священнослужителей, 601 страница. Третий том книги священнослужителей по благословению патриарха Пимена. Это самый капитальный труд. Бог заговорил, кавычки открыто, не пощажу и не помилую. И ответ какой? Они все заменили вымыслами человеческими. вымыслами. У них Бога-то нет никакого. Они не верят в Него. А ты упоминаешь их. Нашел учителя, который залепил тебе уши. Льстят слуху. Слово Божие не дает никаких поблажек. Ты отрицал, ты вопиял. Господь говорит, я звал тебя, ты не отвечал, и я тебе не отвечу. Успокойся. Если встанут Самуил и другие, будут пророки взывать, и тогда не услышу. Пророк Иеремия и говорит, не взывай о них. Евангелист Иоанн говорит не о том, что вы молитесь. Есть совершавший грех. Какой? Отступничество. И он не может еще из этого выйти. Непрерывно вылазит и вылазит. Молчи, чтобы не было слышно. Вся жизнь свидетельствует о том, что жил неправильно, потому что всякая ересь, безумие, все, говорит, в башку лезет. Не пей хотя бы неделю, и тогда одно слово скажи. Стакан полный хлопеснет водки и вылазит в эфир. Срам один. А потом, да я не знаю, сейчас еще попало, барахвостил там, говорил, а люди сидят, слушают. Какие это занятия-то? Определенно и четко и ясно сказано. За каждое слово дадим ответ. Никакое гнилое слово, это гнилье. Вот надо, то есть тебе все-таки какие-то льстивые слова. Все-таки я хоть не верю, хоть я погано прожил жизнь, по разным сектам, шарившим всю жизнь. Но все-таки вот эту древотину меня Бог возьмет. Не возьмет. Никакая молитва не положит, если ты жил не во Христое. Эфир молится только за тех, которые веровали. Помяни раба твоего. Любой священник ответит. И на вас такие люди будут всегда выходить. Не позволяйте. Птицы слетаются к подобным себе. Неужели наше занятие это для того, чтобы пакость всяких говорить? По слову Божьего ничего нету. И непрерывно все это трясется с похмелья. А успокойся, сядь, сиди спокойно. Нельзя этого делать. Каждое слово пишется и оно имеет вещественное воплощение, как Григорий Низский говорит. Наша вера-то, она не похожа на православную, как Антоний Сурышки-Блюм говорит. Ты не знаешь, что он говорил? Никогда не слышал? Так это если тебе Бог откроет, ты обязательно это увидишь. Господь не желает смерти грешника. Дальше за гробом нет покаяния. Смотри, сколько мест. И вот мы считаем, в кавычке открыты, мы исповедуем церковь одну, а создаем и живем в другой, в Осиповской. Добавляю, эмпирическая церковь, церковь, в которой мы фактически живем и действуем, страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем. А тут ничего не исповедуют. Он и исповедует пакость вместо церкви. Даже здесь становится перед нами очень серьезный вопрос. Вопрос о том, что мы или должны признать, что наша церковность перестала быть евангельской, и что ничего мы не можем сделать, или вглядеться очень внимательно в то, что случилось в течение столетий с церковью, то есть с церковным обществом, и сделать нужное, чтобы начать возвращаться к истинно-евангельскому прошлому и строить истинное евангельское будущее. Большая часть духовенства церковь никогда не протанкует. И не ставит ничего церковного. Не ставит. Это он упрекает за это. Но я думаю, что если мы не будем ставить под вопрос то, что неименуемо должно быть исправлено, то мы окажемся недостойными церкви, которую мы исповедуем. Митрополит Антоний Штурский Блюм, Филиппийцам 1.27. Только живите достойно. Не надейтесь на узок покойного. Достойно благовествования Христова. Чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду. Слышите о вас, что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Вот они противники перед нами. Это для них есть предзнаменование погибели, чтобы по Евангелии судить. У них ничего евангельского-то нету. А для вас спасение и сия от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать на Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Страдать за то, что ты правду говоришь. Тебя будут гнать свои. Давить. А это не так. Живу, говорит, и все. Перевожу пищу только в навоз. Вот что говорит митрополит Сурожский, которому проще ли быть патриархом в России. Услышал один раз все. О покойниках не говорим. Оставь мертвецам хоронить мертвецов. А из ада вытащили, видели. Это иди к католикам. Там честилище есть. У православных этого нет. Совершенно неопределенно. Только деньги взять. А в покаяние не веришь? Не позволяй. В покаяние не веришь? Мы говорим о молитве за упокой. Какое покаяние? За гробом нет покаяния. Все. Так учит православная вера дай амин. За гробом покаяния нет. Покаяние только здесь, в этой жизни. Здесь. Успевайте, дядь Миша. Успевайте, кайтесь. Я все время каюсь. Ну почему меня все время обвиняют в этом каждый раз? Ну почему? Потому что не каетесь. В лудодей на ереси бритях бороды нет покаяния. Нет. Твердая уверенность, что туда бритых пускают. А у нас уверенность, что не пускают. Вот и разномыслие. Ну вот только и бит один. Ну и что? Борода. А там кроме бороды еще куча ересей. У меня уже народ просит, чтобы вы отдохнули от вас хотя бы недельку. Ну, затыкайте как хотите, черт. А вы не против? Да нет, я против. Давайте, я не буду вас затыкать. Вы сами, пожалуйста, понимаете, о чем я говорю. Сами. Откровение 4.7. И первое животное было подобно льву. И второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лицо как человек. И четвертое животное подобно орлу летящему. толкование. Можно указать на два значения их. Во-первых, введение святого Иоанна сильно перекликается с введением Иезекииля. Первая глава книги Иезекииля. Иезекиилю была явлена слава Господе на таинственной колеснице, где тоже были четыре животные. Каждая имела четыре лика. Два тельца, человека и орла. На колеснице был престол сына человеческого. Так под этими четырьмя животными можно понимать четыре высших ангела с герувимом пред престолом и посреди него находящихся. И на них же и престол покоится. На этих многоочетных херувимов, созерцающих тайны и сияния славы Божественной и восседает Всевышний. Эти четыре херувима указывают на четыре стихии ангелами, которых они возможно являются. Четыре это и небесное, и земное, и морское, и преисподнее во владениях Бога. Это и с другой стороны четыре стихии мира, на которых было указано еще древними философами земля, вода, воздух и огонь. Современные ученые говорят о четырех состояниях вещества в нашем мире в твердом, жидком, газообразном укладном. Это и царствование Божие через своих ангелов над миром, птиц, орел, диких животных, лев и домашних животных, телец над человеком. Человек. Имеют вид ангелов и люди. В этом говорится в книге Матфея 18, 12-10 в деянии, 12-15. И народы. Раззаконие 32-8, книга порока Даниила 10, 13-й стихи 20-й. И стихи книги Откровений 7-1, 14-18, 16-4, Иезекида 6-41. С другой стороны, эти четверо животных указывают на церковь ее четырех евангелистов. Подобно явленному Иезекиилю, Христос, Сын Человеческий, как некий таинственной колесницы, движимая этими четырьмя животными, хирургинами, обходит на четверо Евангелии в Сын Вселенной. Все народы обойдет эта божественная колесница. Евангелист Матфею подобляется человеку, так как в его Евангелии Христос особенно показан как Сын Человеческий в его человеческой природе. Евангелист Марк подобляется льву, ибо особенно показывает Христа Царя в его царственном служении. Евангелист Лука уподобляется тельцу, животному, жертвенному, ибо показывает нам Христа как жертву за грехи мира заколаемых. Орлу летящему подобен Евангелист Иоанн, ибо высоко парит на крыльях Духа в сферах небесных, и сверцает тайны Божьи и предвечное Божество Христа. Матфей пишет о родословии Христа человека, Иоанн, и о не имеющем родословия предвечном логоте. Первые три Евангелиста описывают жизнь Христа, Христа, а Иоанн духовный ее смысл, превращаемый им как орлом летящим. Так в первых Евангелиях, например, описывается и заповедуется крещение, а у Иоанна говорится о тайне рождения от воды и духа. Первые три описывают тайну вечерю, а Иоанн, даже не описав тому преломление хлеба Господом, говорит о таинстве небесного хлеба пресечении тела и крови, о жизни через то даруемое глава 6. Так на иконах Евангелистов и на самом Евангелии нередки изображения этих четырех животных. Но не на самих только Евангелистов, ведь на всю Евангелие просвещенную церковь указывают эти четыре животных. Ибо сами они говорят, прославляя Христа, ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Почему же Иоанну церковь является одновременно в виде четырех стартов и четырех животных? 24 старта это собственно сама церковь, в лице ее ветхозаветных патриархов и новозаветных апостолов. А четыре животных показывают в лице евангелистов характер и содержание церкви. Это олицетворение церкви. Через Евангелие Христос отделывает своих детей царями, подобными любыми. Как и мудрый Соломон заметил, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведлив смел, как лев. Притча 28.1 Через Евангелие же христиане становятся подобны кельцу в упорном, безропотном труде. Обретают характер жертвенный, самоотверженный, безропотный, и много потрудившийся лет обычно бывает заколаем под конец. Так и у христианина. Труд и жертва. Труд для других и жертва себя. Евангелие нам возвращает и лицо человека. Человек сотверен по образу и подобию Божию, но давно утерял это подобие через грех. Уподобился и он иному, лукавым. Его через Евангелие восстанавливает Сын человеческий в нас и в лицо человека, первозданного, неизвращенного, богоподобного. И подобно орлу, летящему, оторвавшись от земли, богословствующие, подвижники, аскеты, монашествующие, люди, склонные к созерцательному восприятию мира, глубоко проницающие в тайне судьи Божьей. Посмотрим на себя, подобны ли мы этим животным, они ли отлицетворяют наш характер или более отлицетворяют нас гордые павлины, хитрые лисы, ядовитые, умеют. Пожалуйста, вопрос. Давайте, какое-то время еще. Нет вопросов? Никого. Идем дальше. Кровина 4,8. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь, Бог, Сидержитель, Который был, есть и грядет. толкование. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. Видим, что эти четверо животных подобны шестикрылым Серафимам. Игорь Исаия, шестая глава. С двумя крылами, как говорит великий Дионисий, они покрывают лица, двумя ноги, а с третьими летают. Этим явлено их глубочайшее благоговение к божественному откровению. Они исполнены очей, то есть ведения божественной тайны. Этого ведения сподобляются не только члены ангельские, но и искупленные души на небесах, небесная церковь, ибо ее характер олицетворяют как раз эти четверо животных. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Это не означает, что на небе будут дни и ночи, а просто Иоанн использует наш земной образ, чтобы показать, что непрерывно воспевает небесная церковь Всевышнего Бога. И в этом они не имеют покоя. Мы сейчас не имеем покоя погрязная в домашней работе, обретение богатств, снижание чинов, вывеселение, но предаемся беспечному покою в служении Бога, прославлении и воспевании Его Святого Имени. И только те небесные искупленные лицезреющие Христа в непосредственной близости престола Божия не имеют покоя и взывают три святую песни «Свят, свят, свят Господь В этой тресвятой песне прикровенно показывается и велелепно воспевается Святая Троица. Впервые эту тресвятую песню из уст во время богослужения один отрок Константилопу Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмерт. Но будучи еще не на небе, а на земле добавляет Церковь. Помилуй нас, Господь Бог Вседержитель, в Его руках вся Вселенная, так это изображается на иконах. Он не только Творец мира, но Его здесь Ждители Промыслители. Он все сотворил, Он все и содержит. Без Него ничто не начало быть, Он творец, но без Него ничто не может быть и пребывать, Он Судержитель. Стоит Ему отнять свою держащую руку и как стекло все разобьется, как пыль развеется, который был и есть и грядет. Этим указывается Его Вечность, который грядет, то есть Небесная церковь, увиденная Иоанном, еще ждет пришествия Господа. Он и для нее грядущий, Он должен еще прийти, воскресить умершие тела, совершить суд над миром. церкование закончено. Вопросы? Вопросов нет, Игнать Тепенчич, есть что-то? А вот то, что сказал сейчас об отроке, когда крестный ход был, и он вознесся, так сохранилось это написано, не будем утверждать, что так было, но что-то было. Вот Святые Божьи, Святые Крепкие, Святые Бессмерти, Ангельская Песня. Это третья ступень. Первое, это просительно дай, помоги, спаси, благослови, укрепи. Второе, благодарение. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за все, вот как Андрея Критского надо переделать его на вторую ступеньку. И третье, словословие. А почему добавили? Вот вопрос состоит, а никакого дерзновения-то нету. На третью ступень мы сходим. Аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, во веки веков, амень. Так и осталось. А здесь взяли и добавили. Как только добавили, грех сразу вторпся. Добавили, помилуй нас. Армянская церковь добавила, распявшийся за нас, помилуй нас. Православные категорически против. Сразу разделили. И в одном месте уже не стали молиться. До этого все вместе молились. Вот одно, даже слово добавили, ну это два слова. Нигде не добавляю. А если вы поверили, что это с неба песня, то так и поете. Свят, 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 Господь Саваов. Ну, как мы просчитали, так и слава Вышней Богу на земле мир, в человеках благоволение. Так и поется. Это только одно, где вот такие слова взяли и добавили. Добавили, сразу начались неурядицы. Притом очень серьезные обвинения в ереси. Потому что если речь вот о Троице, то правильно, не распявшийся за нас. Какому слову добавлять? Мало того, православные еще учат. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные и налево, помилуй нас, вложили такой смысл. Добавили-то. А если, ну, как есть берем. Но говорим, что если это с неба было, не надо было добавлять. Нас Господь возводит на третью высшую ступень, ангельскую. Нет, мы непрерывно спускаемся вниз. Господи, помилуй. Сколько раз считают? Четки. Иисусу в молитву, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тысяча раз. А словословие? Тогда где же наше возрождение свыше? Мы все время скатываемся на ступень оглашенных. Это наше состояние. И душа не требует, не просит. Как узнать рождение свыше? Рожденный свыше, он хвалебную песню распевает. Он все время, что бы ни видел, болезнь, скорби, печали. Иев говорил, вот сейчас говорили, а может они похулили, ничего себе дети. Похулили. Не просто нечаянно что-то сделали, сказали, а похулили. То есть ругались, матерились в Бога. Даже такое он допускал. Видите как? И поэтому в конце Бог говорит, кто этот, говорящий словами бессмысла? Я говорил дважды, молчу, все, все, все. Итак, ты знаешь за собой, молчи. Не вылазь на люди. Сиди и с уголка послушивай. Не надо забывать свою прошлую жизнь, потому что она не изменилась, такая и осталась. Поэтому любит нас Господь, предупреждает и наставляет. Не тот, говорит, друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. А Осипов все, друзья, все спасают. То есть себя избрал. Написано, говорит, в последнее время не будут принимать здравого учения. Вот они и есть. Но будут избирать себе учители. Избирать сколько есть. А почему их избирают? Почему не избираешь Антония Сурожского? Избери его. А почему не избрать там Анатолия хотя бы младшего, оптинские старцы? А то были такие, которые говорили слова прямо в глаза императору. Избери. А это все, все спасутся. Бог умер за всех. То есть играют. Сатана знает, что за всех, но он не спасенный. И грешники, которые были, они отлучались за грех-то. За сегодня никак. Если ты верующий крещение принял, когда принял? С того времени ты уже под стадией канонов. За дверями стоять должен быть, рта не раскрывать. А что чистится за нами, когда мы начинаем себя разбирать-то в духовном плане? А то и в телесном. Дальше уже некуда. Может похулили кого. Да хулили, матерились. Матерился, пил, посты не соблюдал, ну и дальше все. Зачем же вылазить-то на позор? Да еще и недовольно. А что меня упрекают? Люби того, кто упрекает. Антоний Сурожский говорит, если не упрекают, священство не занимается. Мы уже не церковь, которая должна быть, только языком говорим. Если шевелиться, а мозги уснули, совесть пробуди. Никакой обиды не должно быть. Мне вот в прошлый раз тут заходила женщина, она сегодня тут есть, говорила вот это, Светлана, кажется, там с этим местом. Она к командам это. Тоже она как бы не согласная была. А потом пошла, они как демоны перед ней. Господь открывает глаза, помолись, и Бог укажет. Не на что-то, на самого себя. И тогда вопрос другой будет. Я пришел для блага. Я вот выхожу, мне просит он, я вышел. А если не просит, я сижу, и в собрании у нас так выступает один по-другому. Я сижу, пока не скажут. Пока не скажут. Если что сказать, есть что сказать. А что ты скажешь-то? В Москве жил? Жил. Ты в храме проповедовал? Нет. А кто тебя будет слушать? Надо так, чтобы тебя везде ждали. Чтобы знали, что здесь Дух Святой действует в человеке. А тут все время недоволен, это судит, критикует где-то. Мне Бог дал милость свою, что он меня оставил жить. Я благодарю Бога. За все благодарю. В храме идет служба, подходит митрополит. Митрополит и просит сейчас после креста скажите проповедь. Вот добейся, когда это будет, тогда будем говорить на равных. Если митрополит, у которого и академия, и звание богословское, и просит сказать слово, а почему? Это его уже спрашивать надо. Вот сейчас Андрей Кураев, из него, я сегодня рассылал, показал, чем занимаются. И чем надо заниматься. Он монашество. И тогда, он из ваших книг это берет, мне пишут-то. Он был у меня здесь, вот я и сижу. Здесь был. Мои книги у него есть. Я не могу сказать так, но очень близко. Очень близко. Монашество, я отвечаю, наработку, погубило проповедь. Они герои веры, они сильные. Я на это ответил. Я 55 лет об этом толку. А он сказал это, и теперь уже начинает развиваться. Моли Бога, пока жизнь в ноздрях. Дыхания не будет, ничего не будет. Во славу Божию. Спасибо Христову. Аллилуйя. Давайте помолимся. Достойно есть, какова истину, Боже, Дитя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Сиропин, без истления Богослово Родшую, сущую Богородицу Тебя величайя. На, Тихонечко, помолитесь. Отец наш, Небесный, мы пристали перед Твоим величием и позволил нам взывать к Тебе приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Тебе за слово Твое, которое мы слышим, которое оживляет, наставляет, обличает и исправляет. Хвала Тебе, слава Тебе, дивный наш Создатель, любящий Отец, благослови нас, чтобы мы помнили о начальствующих и о священнослужителях. Всем даруй духовное рождение свыше и исполнение благодати Духа Святого и быть движимым Духом Святым и жить не для себя, но видеть нуждающийся в нашей помощи. Тебе слава, счастье, поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос за беседу, за проповедь, молитву Игнатия Петербурга. Слава Христу. Спаси Господи за встречу. Аллилуйя. Спасибо Христос. Батюшка Игнатий, до свидания. До свидания. Рахиль. Я вас помню. Всех. Ты, Рахиль, молодец, что пришла. Рахиль. Продолжение следует... Рахиль. Продолжение следует... Продолжение следует...